В IT сегодня стремятся многие, и не только потому, что платят здесь сильно больше, чем продавцу в супермаркете, если ты, конечно, не идешь на Java Junior, но и потому, что ты, во-первых, варишься в инновациях, а во-вторых, сюда реально попасть даже при наличии определенных изъянов во внешности или твоем прошлом. Приди ты с ними устраиваться в банк или в помощники депутата, тебя сбреют без объяснения причин. Каким бы ты крутым профи ни был, и законодательство тебе не поможет. У нас действующее законодательство, оно родом из 76-го года. Кодек закона о труде. И несмотря на множество изменений, он все еще действует. В вопросах, например, зарплаты и незаконного увольнения, традиционных, скажем так, моментов, то есть невыплаты зарплаты и незаконного увольнения, он довольно неплохо защищает сотрудников. Но в вопросах отказа в найме он совершенно беспомощен. На данный момент. Вот. Поскольку совершенно нет даже какого-то понимания в судебных инстанциях, что такое основание может являться нарушением права человека на труд. Итак, возьмут ли тебя в IT, есть ли у тебя татуировки на видных местах? Зависит от того, на какую позицию. То есть вы серьезно, вы задали вопрос, но совершенно не шуточный. Если я беру человека, и этот человек будет у меня... Возьму ли я его на позицию с сейлс-менеджером и медиа с клиентами? Нет, не возьму. Возьму ли я его на роль программиста писать код? Да, пожалуйста, татуировки мы никак не меняем. Не мешают. У человека должен быть, мне кажется, изначально что-то устроенное в голове, то есть аналитический ум. С одной стороны, если мы не говорим только про программистов, то это еще и ответственность. Ну, ответственность гарантировать какой-то результат, что-то делать. Поэтому возраст, там, татуировки и прочее, я считаю, что стоит на четвертом или пятом месте, то, на что бы я смотрел. Если человек решил себе татуировку, ну, ради бога, что-то не мешает работать. Перед вами сейчас человек, который 20 лет работал в костюме и галстуке. Сегодня я решил прийти в свободной одежде. В продажах, когда тебе нужно встречаться с человеком лицом к лицу, внешность важна. Вы будете серьезнее относиться к человеку в костюме, чем к человеку в джинсах. Это основа психологии. Теперь же, что касается IT-продаж, до тех пор, пока вы не отправляетесь на живую встречу или на конференцию, абсолютно не важно, как вы выглядите. Если вы ведете переговоры по скайпу, ключевой вещью является подход клиенту. В любом случае, если у вас есть тату или пирсинг в носу, рано или поздно вы должны быть готовы, что у кого-нибудь будет реакция, на которую вы не рассчитывали. Но мое мнение, что мы должны расти вместе с тем, как растет мир. Если кто-то хочет иметь тату, почему нет? Лично я бы предпочел общаться с кем-нибудь, кто выглядит оригинально и при этом окажет мне необходимую услугу. Возьмут ли тебя в IT, если у тебя нет высшего образования? Да, абсолютно. То есть это не проблема? Не просто не проблема, это иногда плюс. Это вообще не проблема. Если мне нужно кого-то нанять или порекомендовать, дело ведь не в дипломе. Мне вообще на это п***. Что для меня важно, так это умение. Есть два типа IT-продажников. Есть те, кто просто делают свою работу, а поскольку покупатели всегда найдутся, продавать не так уж и сложно. А есть второй тип продажников, которые делают то же самое, но со страстью, которые будут идти вперед и всегда будут оказываться на шаг впереди. И тебе не нужен диплом, чтобы быть этим профессионалом. Когда я пришел в IT, я вообще ничего не знал, и тем не менее достиг успеха. Тот, кто хочет учиться, научится. Тот, кто не хочет, не научится. И диплом тут совершенно ни при чем. Возьмут ли тебя в IT, если у тебя есть судимости? Ну, опять, смотря за что. Если человек убил и вышел, то, наверное, нет. Но во многих случаях, опять-таки, это не проблема. А почему нет? Кто я такой, чтобы судить людей? Я совершал ошибки в жизни. Люди совершают ошибки в жизни. Если он был в тюрьме, это его проблема, не моя. Если я вижу, что он усердно трудится, кому какое дело, что было у него в прошлом? Возьмут ли тебя в IT, если ты пенсионер? А тут в чем проблема? Серьезно. Какая проблема? Мы не судим людей по внешности, мы не судим людей по возрасту. Мы судим по умению приносить прибыль. Есть люди, которым не нравится, как я выгляжу. Но это не значит, что я не могу делать мою работу хорошо. Вы имеете в виду, человек пожилого возраста, пенсионер не идет на работу, он по определению пенсионер. Опять-таки, конечно, да, а почему нет?